Привет всем, особенно любителям турецких сериалов! Меня зовут Анна Котова и это мой очередной обзор к турецкому сериалу «Ранняя пташка» Ну что, поехали? Хады бокалы! Сериал сказка. Итак, посмотрим. Золушка с Анэм есть, Принт Жан есть, Дополнительная пара, чтобы зритель не уставал от главных героев Лейла и Мрей есть, Второстепенный состав из сериала «Комната номер 309» есть, Легкий юмор и, внимание, впервые в комедии «Здоровая сексуальность», Поэтому ставлю 8 из 10 за химию между героями, Такую бы искру в Джисур и красавице и было бы счастье их рейтингу. Хочу отметить, что когда вспыхивают реальные чувства между актерами, Зритель это тоже чувствует и начинается повышенный интерес, А это уже смахивает на реале, а как показывает практика, это высокий рейтинг. Джан Яман, главный герой, старается, хотя актер средний, Но внешние данные впечатляющие, самец, поэтому плевать, как он играет в этом сериале. Демет, главная героиня, хорошо его вытягивает, Его задача – желать ее не по сценарию и хорошо выглядеть. Все, за это еще и платить будут и в рекламу звать. Друзья, давайте смотреть «Правде в глаза». Сериал вытянул Джан Яман, точнее его тело, его тестостерон и его харизма, Не как актера, а как мужчины. И, конечно же, второе – это реальная химия между актерами. Мы-то чувствуем зрителя, да. И это правда. Его образ в сериале беспроигрышный, с такой-то внешностью и напором. Многие хотели бы иметь такого ручного и неутомимого орангутанта, Со склонностью постоянно раздеваться, да еще и из богатой семьи. Максимум взяли в оборот женскую аудиторию. Демет – большая молодец. Она великолепная комедийная актриса. Вряд ли кто-то справился бы с этой ролью лучше нее, Но не дай бог ей идти в драматические роли. Ну а кому-то достаточно быть просто красивым мужиком с повышенным тестостероном, Который почувствует даже по ту сторону экрана, А значит, просмотры обеспечены. Животный инстинкт еще никто не отменял. Смотрится благодаря реальной симпатии и настоящей химии между героями. Но уже к 20 серии интерес пропадает. Сценарий слабеет. Джан все меньше показывает свой торс, становится слишком сахарным. Рекомендации – да, смотреть нужно. Поднимет настроение. Сказка был давней намек. Занимайтесь творчеством и выбирайте любовь. И это правда. Ну что ж, это было мое мнение, моя правда и мои ощущения после просмотренного сериала. И это правда. Ну и все. Пока-пока. Гюле-гюле.